Здравствуйте дорогие друзья! Начинаем цикл лекций, посвященный дизайну. Меня зовут Мерхасанов Рустам Фалитович. Я работаю старшим преподавателем в Институте дизайна и пространственных искусств на кафедре конструирования. Что же такое дизайн и как возник этот термин? Известно, что в 1562 году Вазари провозгласил о создании академии, в которой, как было указано в ее уставе, не знающие учились бы, а знающие, побуждаемые достойным и похвальным соревнованием, приобрели бы много нового. Здесь термин употребляется немножко в другом контексте, чем воспринимаем мы сейчас его, как современный. Потому что здесь в этот период было преобладание именно такого компонента, как изящное искусство. То есть изобразительное искусство, классические виды, которые сложились исторически, превалировали в расшифровке этого термина. То есть это была классическая скульптура, классическая архитектура, это было ремесленного характера, созданное из кирпича, из блоков камней или мрамора. Здесь же имелась в виду живопись классическая, которая выполнялась с масляными красками на основе подготовки и с последующими листировками. То есть здесь имеется в виду не тот современный термин дизайн, который мы сейчас используем, а здесь имелась в виду проектная культура, имелась в виду эскиз, имелась в виду набросок, рисунок и так далее. Но необходимо ответить, что важную роль в развитии и в создании этого искусства, конечно, сыграли английские инженеры, английские конструкторы и такие деятели, какие художники, как, например, сэр Генли Колл, который причастен к созданию очень знаменитой почтовой марки «Черной пени». Я когда-то в детстве увлекался очень филателлией и рассказывали нам об этой марке, о почтовой, как она возникла. Было очень интересно молодому человеку слушать все это. И вот, например, первая почтовая открытка, которая тиражирована промышленным путем, то есть не ручная графика, не ручное исполнение ремесленное, а промышленное, как настоящий продукт дизайна, коммуникативного дизайна современного или, например, художецографического дизайна, это, конечно, его знаменитая открытка, которая была создана Генри Коллом. Необходимо ответить, что к термину, современному пониманию термина дизайн, предложил руку также авторы вышедшего в 1849 году в Англии журнала, который имел в своем названии также слово дизайн. Это были дизайнер сэр Генри Колл и художник-дизайнер сэр Генри Колл, упоминаемый ранее, и Ричард Редгрейв. Кстати, Ричарду Редгрейву принадлежит еще такое выражение, которое очень четко структурирует и расшифровывает понятие дизайна. Именно Ричард Редгрейв говорил о том, что разделяется содержательная часть этого термина, что здесь имеется в виду орнаментирование, украшение, декорирование. И есть еще в этом термине, конечно же, во второй части этой двойственной природы есть еще и структура конструктивная, полезная. Вот если говорить точнее, то слово дизайн для многих связывается чаще всего со вторым, с независимым орнаментом, противопоставленным полезной функцией, нежели с единственным обеих сторон. Вот о чем говорит Ричард Редгрейв, будучи редактором журнала, посвященного дизайну. В этом журнале публиковались статьи, публиковались рецензии. Этот журнал писал о первой промышленной всемирной выставке, которая прошла в Лондоне в 1851 году. Здесь печатались иллюстрации обоев, различных декоративных материалов, которые можно применять было в декорировании интерьеров. В России также были очень интересные такие деятели, которые оставили свой след яркий в истории дизайна. Например, знаменитый профессор Московского сельхозяйственного института, инженер-механик Петр Сергеевич Срахов еще в 1906 году опубликовал свой труд «Эстетические задачи техники». В этом труде автор писал о эстетике форм технических объектов, как будто бы предвосхитил тот взгляд на дизайн, который царит в современном научном и художественном мире. Срахов говорил так, как будто уже ясно намечается тот путь, по которому должно пойти развитие истинно машинного стиля. То есть Срахов отмечает, что, например, в своих публикациях, в своих высказываниях о том, что он восхищается эстетикой промышленных предприятий. Машиностроение красивым является, целесообразное. Это относится как к форме, так и к цвету. То есть ученый, инженер подчеркивает, что машина воспринимается им эстетично. Я хотел бы акцентировать на этом внимание, потому что в дальнейших наших лекциях, в дальнейших наших видеобеседах я расскажу о том, что инженерные конструкции, инженерные сооружения встречались с художественной общественностью совсем не так однозначно и так положительно. Например, очень интересный человек, очень интересный, настоящий дизайнер, человек, которого можно назвать настоящим дизайнером. Это руководитель кафедры прикладной механики, профессора прикладной механики и теории построения машин, конструктор, инженер-конструктор, который работал на Харьковском ввозостроительном заводе. Это Яков Васильевич Столяров. Еще в сентябре 1910 года он выступал на торжественном заседании, посвященном 25-летии Харьковского технологического института. И говорил в этой своей речи, которая называлась «Несколько слов о красоте в технике», он говорил так, красоту машин, он своими такими словами, очень весомыми профессионала, человека-профессионала, он говорил, красоту машин он видел не во внешнем украшательстве, а в самой сути, сущности рациональной технической формы. Удивительно, казалось бы, инженерная школа императорской России, она очень задолго до современных установок подвосхитила взгляд дизайна на дизайн, как на машинную сущность, на машинное искусство, которое эстетично. И эта машинная эстетика, мы будем говорить об этом в дальнейших лекциях, машинная эстетика повлияет и на архитектурную эстетику, и повлияет на живопись, это однозначно. И инженерная эстетика будет основой и базой для создания нового машинного искусства дизайна. Великолепный инженер, российский инженер и философ Петр Климентьевич Энгельмайер в своей книге «Теория творчества», 1910 год, господа, говорит, «Техническим созданиям присуща особая красота. Два автомобиля могут иметь одинаковые технические качества, но могут разниться по красоте. Красота технических созданий отнюдь не заключается в каком-либо украшении, завитках, красках, никелировках. Это все мелочи, в частности. Красота, как и всюду, состоит в идейности, общей гармоничности форм, составляющих одно целое и выражающих свою совокупность идею целого». Вот на этих словах я хотел бы остановиться. Просто гениальное выражение, емкое и настолько точное. Вот в этих словах инженер и философ говорит об целостности композиционной формы. Все членения, все структуры, структурирование, членения на основе математики, элементов математики, которые присутствуют, например, цикличности природных каких-то явлений. За осенью приходит зима, за зимой приходит весна. Вот эта цикличность, вот эта четкость структуры, которую создает природа, неделимость этих организмов. Я всегда даю такое, знаете, задание шуточное детям. Я говорю, представьте себе, вот у нас есть прекрасная композиционная форма созданной природой, природная форма. Попробуйте туда что-нибудь добавить или что-нибудь убавить. Это невозможно, потому что эта природа настолько идеальна, этот организм, созданный природой, что любая машина, которая создается инженерами, конструкторами, любой продукт, творческий, искусственно создаваемый художниками, дизайнерами, архитекторами, он в любом случае имеет какие-то отголоски подсознательно или напрямую, имея своей основой какие-то природные организмы. То есть не секрет, что любая постройка башенного типа, особенно если взять эпоху древнего мира, эпоху средневековья, любая постройка, имеющая высотную структуру, она основана на природных организмах, которые перед глазами у нас. Это и горы, это и холмы, это и какие-то скалы. Вот в этих словах, да, я ушел немножко в сторону, философа и инженера Петра Клеменчевича Энгельбайера. Очень глубокая мысль. То есть слов-то мало, словам тесно, а мысль просто глобальная. У меня, знаете, у меня есть такой же вот пример, вспоминаю стихи Ломоносова, «Развезлась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездне дна». Вот эта бездна, понимание, она прослеживается в терминологии инженеров. Удивительно. Но термин дизайн, вернемся к нашему термину, термин дизайн происходит от английского слова, современный термин дизайн. И означает, конечно же, чертить, задумать проект, создать эскиз, эскизировать. Очень важную свою лепту в понимании, в раскрытии этого термина внес Томас Мальдонадо, это бывший ректор Ульмской школы дизайна. И в 1969 году, когда он был председателем ИКСИД, это Международный Совет Организации Промышленного Дизайна, и он сказал так о дизайне. Под термином дизайн понимается творческая деятельность, цель которой – определение формальных качеств предметов, производимых промышленностью. Эти качества формы относятся не только к внешнему виду, но и главным образом к структурным и функциональным связям, которые превращают систему в целостное единство с точки зрения как изготовителя, так и потребителя. Вот хотелось бы остановиться на этом высказывании чуть подольше. Вот формальными качествами, только вот умоляю, чтобы мои слушатели, мои зрители четко понимали, что имеется в виду подформальными качествами. Подформальными качествами здесь имеется в виду композиционная, конструктивная часть. Вот если мы, я говорил о композиционном организме, вот в любом композиционном организме есть как конструктивная, Композиционная часть, которая подвержена логике, расчетам, аналитическому анализу, даже с элементами точных наук, то под содержательным началом, под украшением, под декором, под нашим красивым историческим антуражем стилистическим скрывается содержательная часть. И вот в этих словах Томаса Мальдонада как раз есть и удивительно, в таком коротеньком выражении он рассказал и о композиции, и рассказал о том, что есть и украшательная часть, декоративная, содержательная, а есть и формальная, композиционная. В середине XX века в профессиональном лексиконе появляется обозначение формообразования в условиях уже индустриального производства. Потому что эта эпоха уже называется эпоха модернизма, она двигается, продолжается и находит свой всплеск, такой подъем где-то к середине XX века. Это время эпоха модернизма, индустриального общества, индустриальных достижений, огромных успехов в машинном искусстве дизайна. Когда уже дизайн, по секрету скажу моим слушателям, я воспринимаю это искусство очень даже немножко агрессивным. Оно не только молодое искусство дизайна, оно довольно агрессивное, потому что оно захватывает все области, оно поглощает, трансформирует классические, ранее сложившиеся виды изобразительного искусства. То есть те изящные искусства, которые сложились и четко оформились в XVI веке примерно, как академические виды изобразительного искусства, это и живопись, это и архитектура, это и скульптура, они потихоньку уходят в лоно дизайна. Вот в последующих своих видеоразговорах, в видеобеседах, мне очень хотелось бы рассказать об этой стороне, о том, как дизайн впитывает все это, все виды изобразительного искусства, классические, сложившиеся ранее, и как он их интересно трансформирует и перерабатывает под свои нужды. Термин этот подчеркивает связь с промышленным производством и транслирует многозначность. Этот термин техническая эстетика, он был распространен в СССР. Вы знаете, я считаю, что он более для меня, как для человека, родившегося в СССР, он как-то более близок и более, по-моему, широко раскрывает то, что он пытается объяснить. Потому что дизайн, да, он немножко такой приевшийся, он такой немножко уже, чуть-чуть, извините, набивший оскомину. А вот техническая эстетика как-то, она, будучи рожденной, вот эта техническая эстетика, термин, в Советском Союзе, он для меня более понятен, более близок. И мое мнение, что он более многосложен. И даже, знаете, как интересно, мое мнение, это мое личное мнение. Он показывает, что на первом месте все-таки техника, то есть конструкция, инженерная основа, конструкция и композиция. И на втором эстетика. То есть даже в том, как построены эти два слова, и как они расположены, есть уже своя логика. Но по Жегову, да, дизайн – это конструирование вещей, машин, интерьеров. И при этом все это основано на принципах сочетания удобств, экономичности и красоты. Потому что, когда мы говорим в разговоре между собой, мы, конечно, объясняем, что дизайн – это все то, что создано для удобства человека и существует вокруг нас. В конце XX века проектная художественная деятельность в области индустриального формообразования называют кратко – дизайн. Отчасти это связано с тем, что общество вступило в фазу послеиндустриального развития. И вот это вот слово становится сейчас всеобъемлющим, потому что оно охватывает, вот в настоящее время, в современном мире, оно охватывает такие области, как эмоции. Оно охватывает даже область создания продуктов для употребления в пищу. Согласитесь, что когда мы приходим в Макдональдс, Макдональдс – это, по сути, область дизайна. Потому что булочка или, например, котлетка, изготовленная в Казани, она почти идентична той котлетке и той булочке. Так называемое старание Макдональдс приготовлено где-нибудь в Нью-Йорке. То есть вот эта вот пища, приготовленная для всех, для массового потребителя, началась, конечно, эта история намного раньше. Вспомните консервы, бульонные кубики, которые были придуманы, растворимый кофе. Это все продукты дизайна. То есть это дизайн поглощения употребления пищи. Представление дизайна в современном мире рассматривается гораздо шире. И действительно, в любой области созидательной деятельности человека, будь то искусство, строительство, политика, мы сталкиваемся с понятием дизайна. Американский ученый в области социальных, политических, экономических наук Герберт Александр Саймон, он определяет дизайн следующим образом. Инженеры-конструкторы, не единственные представители профессиональных дизайнеров. Дизайном занимается каждый, кто разрабатывает варианты действий, направленных на изменение существующих ситуаций в предпочтительной. То есть все люди, которые работают над тем, чтобы человеку было удобно, чтобы ситуация вокруг человека складывалась положительно, это дизайнеры. И мы к этому потихонечку идем. К тому, что дизайн становится просто всеобъемлющим явлением. Это не просто какое-то искусство. Это да, это машинное искусство дизайна. Это машинное, новое, современное искусство. Но при этом это какое-то глобальное явление, которое охватывает все новые и новые области. Вот поэтому я привел слово «молодой и агрессивный», когда говорил чуть пораньше. Мною написано такое пособие учебное. Назвал я его «прото-дизайн». Прото-дизайн – это как бы предтеча дизайна. И до появления массового индустриального производства все предметы – посуда, мебель, одежда, предметы, орудия, труда, все, что окружает человека, изготавливали ремесленники. Товар этот был штучный. Повторить, вот здесь яркий пример. Вспомните, есть такие очень красивые, созданные в Узбекистане, предметы посуды. Вот они вручную расписаны, орнаментальные. Там четко ограниченная цветовая гамма. Исполняют их мастера, которые потомственные мастера. Но при этом две одинаковые чашечки найти невозможно. Две одинаковые пиалы, два одинаковых чайничка увидеть невозможно. То есть, вот эта вот особенность искусства дизайна – это четкая серийность, это машинное производство, это созданные станки, это созданные механизмы, которые для производства этих продуктов. Это очень большое по размерам тиражирование. То есть, это не штучный товар, это не штучный продукт. Это не какое-то высокое в исполнительском искусстве, ручном, ремесленном произведение. Это именно машинное, поточное, структурированное, четко, модульно и в цветовом русле, модульном русле, на основе серийности, сборности элементов, созданное искусство. И предыстория дизайна относится именно к сфере ремесленного, народного творчества. И потому закономерен огромный и постоянный интерес к традиционному предметному миру, материальной культуре. Я вот всегда говорю об этом «наследие» с большой буквы. Я всегда его ставлю с большой буквы. Конечно же, революционным являются лук и стрелы. То есть, это, по сути, человек подсмотрел, конечно же, у природы. Когда он шел по лесу, у него хлистали ветки. Он сгибал ветку, она распрямлялась. Но, конечно же, чуть ранее орудия, которые были созданы, более простые. Это не лук и стрелы, а проща. И, конечно же, к копью добавлялось усовершенствование копья, добавление к нему элемента, который увеличивал длину рычага. И, конечно же, копье летело намного дальше. А камень, раскрученный прощой, вообще сравним по силе и по мощности с огнестрельным оружием. Настолько это страшное и сильное предмет обороны и нападения, созданное человеком. Но лук и стрелы, это, конечно же, интересный для нас такой механизм, который применяется не только в обороне, да, и только охоте, нападении, военных действиях. Но, вспомните, это еще и инструмент, который применялся для сверления. И инструмент, который применялся при разжигании огня. Отпуская тетиву, натягивая тетиву, стрелок аккумулирует энергию, которая есть в согнутой дуге. Аккумулированная энергия превращается в кинетическую, когда лук, его ствол распрямляется, и стрела летит в цель. Неспроста вот эта вот знаменитая пещерная роспись, где изображен загон охоты на оленей, созданный первобытным художником, посвящен именно охоте с помощью лука. Во-первых, конечно же, хотелось бы сказать, что я всегда поражаюсь тому, как созданы вот эти вот произведения первобытного искусства. Рисую я с четырех лет, пяти лет. Меня учил мой папа художник. Но я всегда поражаюсь этим пещерным росписям, которые я вижу в иллюстрациях каких-то книг. И я поражаюсь тому, какой умный, какой наблюдательный, какой талантливый был первобытный человек. Вот посмотрите, пожалуйста, пещера Альтамира, пещера Шове. Пещера Альтамира называется Сикстинская капелла Древнего мира. Многие как-то вот не задумываются, да, что они видят просто шедевр. Вот мне, современному художнику, который учился в Академическом Суриковском институте, вот просто непонятно, как это было сделано. Потому что в руках у художника первобытного был кусочек угля, палочка, обожженная на костре. У него в руках была глина, растертая и смешанная красная глина, желтая глина, коричневая глина, умбра, растертая до порошка, очищенная от каких-то примесей. И смешанная со связующим в виде какой-то эмульсии, либо жира, либо каких-то природных клеев. Вот то, как это сделано, то, как это исполнено, для меня является примером очень высокого обобщения и очень-очень высоким искусством. Я даже не удивляюсь, что, если вы посмотрите на картиночку, четвертая правая картиночка, там в пиктограммах, которые создаются современными дизайнерами, очень часто используются элементы наскальных рисунках. То есть они трансформируются в современные продукты дизайна. Потому что высота этих продуктов, созданных первобытным художникам, просто восхищает. Любой человек, который учился в детской художной школе, который ходил в свое время, либо в качестве предстудия ученика, либо в качестве преподавателя, и не используя фотоаппарат, который есть на телефоне, рисовал с натуры. А это можно только в том случае, если животное постоянно двигается, и вы поймаете этот момент, когда оно попадает в то же самое положение, в котором оно было. Или когда оно лежит, отдыхает. Иначе это рисовать просто невозможно. И вот рисунки первобытных художников восхищают меня очень сильно. Ну, конечно же, огонь. Понятно, что и пища приготовлена на огне, и пещеры, освещенные светом огня. Если бы не было вот этого приручения огня, то, конечно же, человек, наверное, и не стал бы человеком. Он бы остался на уровне состояния такого, скажем так, как животного. Огонь в главной глиняной плошке с маслом горит дольше, он ровно горит, его можно перенести. Вот это вот приспособление, это же прообраз наших ламп. Это прообраз наших электрических ламп. Это просто удивительно. В 1991 году была найдена мумия, которую назвали Этси. Ну, вот я вот, насколько помню, что транскрипция немецкая или австрийская, Этси. Это человек, который прожил 45 лет, который жил более 3000 лет до нашей эры, то есть до Рождества Христова. И около 700-500 лет до постройки пирамид. У него был медный топор, причем этот топор был насажен с помощью сухожилий или каких-то ремней, закреплен клеем растительным на деревянном черене, черенке. Он, этот человек, был эгипирован, он действительно использовал там носочки, такие своеобразные, скажем, в кавычках носочки, с помощью сена соломы. Там были сплетены у него, сплетена была обувь, сделанная из подошвы, из определенных, из кожи и меха животных определенных. Я уверен, что этот человек знал о природе намного больше, чем мы, потому что он знал настолько тонкие вещи, настолько нужные, которые пригодились ему в этой жизни, которые даже не входят в современные какие-то научные пособия. Мы многое узная, изучая, как они жили и как они создавали свою одежду, эти первобытные люди, чем больше мы будем получать этих артефактов, чем больше мы будем получать этих сведений, чем больше мы будем понимать о том, какой этот был человек. А человек этот был очень умный, очень опытный и он был очень талантливый. Тело Эци было украшено татуировками, у него было очень много болезней, он был невысокого роста, он был худощавый. Конечно же, изобретение колеса. Революционный взрыв. Это гениальное изобретение, которое повлияло на всю историю человечества. Причем есть действительно страны, есть народы, которые не знали колеса. То есть изобретение было в определенных областях и сейчас уже появляются данные о европейском происхождении. Но бытовало до этого такое предположение, что это, конечно же, древняя месопотамия. Возможно, что люди подсмотрели это у растения такого, как перекати поля. Возможно, это подсмотрели этот элемент, подтолкнул человека косвенно или напрямую. Как, например, знаменитый жуфс-коробей, который катает эти навозные шарики, изготавливает их и катает. Неизвестно точно, где это возникло, но произошло это примерно более 3000 лет. До нашей эры. Есть изображения, которые сохранились в виде пиктограмм. Изображения знаменитые на так называемом стандарте из Ура. Ура, стандарте Ура. Конечно же, колесо применялось и в гончарном круге. Это была тоже революция. Впервые человек стал делать утварь, посуду. И, возможно, это были даже игрушки. Возможно, это были первые игрушки, которые делал человек, насаживая колесико на ось. Возможно, что это было качение бревен, которые подкладывались как некий элемент, как катки для перемещения тяжелых грузов. Возможно, что колесо произошло от этого элемента, который являлся катками для перемещения грузов. В одном ряду с такими революционными, прорывными продуктами или, например, революционными свершениями в человеческой истории, как, например, огонь, колесо, лук и стрелы. Можно назвать, конечно, изобретение бумаги. Когда-то я работал в компании GreenMama, и я впервые увидел, как делается бумага. Мне было очень интересно. То есть там специально изготавливали бумагу вручную. Это была масса, измельченная масса, такая бумажная, уже приготовленная, составленная из древесных элементов, смешивалась с клеем и прессовалась в слоях фетра под давлением и высушивалась. Вот изобретение бумаги – это, конечно, такой взрыв в истории человечества, который невозможно сравнить. Ведь ни с чем. Потому что, вот я вспоминаю слова нашего знаменитого монументалиста Фахрудинова Рифса Греевича, когда он преподавал нам художественную чилищу, он говорил, конечно, это была доля шутки, но это правда. Вдумайтесь сами словами, он говорил, самое прекрасное в рисунке – это бумага. Это были его современные бумаги. Он настраивал нас на то, чтобы мы относились к этому как к произведению искусства и как бережно и трепетно относились к бумаге, потому что такой бумаги, как у нас, не было, например, у Леонардо да Винчи или у Рембрандта. Потому что наша бумага – это просто высокотехнологичный, очень высокотехнологичный, очень качественный и очень функциональный продукт, который нужно беречь и ценить. Но считается, что первый известный механически переведенный на бумажную основу текст – это «Алмазный сутра». Я встречал эту информацию. Но создан данный печатный текст был в 868 году в Китае. А печатные книги распространяются примерно в 60-е годы XV века, через 20 лет после изобретения печатного станка Иоганна Гутенберга. При этом нужно заметить, что то, что создал Иоганн Гутенберг – это дизайн. Это вот протодизайн. Почему не дизайн? Потому что не хватало станков, машин, которые работали бы, например, на энергии пара, на бензиновом двигателе – это протодизайн, конечно, потому что ручного труда очень много. Но то, что элементы есть тиражирования многократного, то, что есть модульность, сборность, разборность элементов, то, что книги удешевились, то, что это производство было рентабельным, это говорит о большой части дизайна. То есть мы говорим, что это протодизайн. В этом изобретенном продукте это все-таки уже относится к дизайну. Таким образом, интересно, печатные книги Гутенберга не вытеснили полностью иллюстрированные ручные работы книги, потому что богатый человек мог заказать книги, созданные вручную, потому что они превосходили по художественной выразительности, по художественному исполнению книги, которые печатались на станке Ягана Гутенберга. Станок этот был деревянный, но нужно понимать, что это уже свойство дизайна. Был создан механизм для тиражирования. Вот это создание механизма уже относится к продукту дизайна. Ученые считают, что именно изобретение подвижных изменяемых литер и печатного станка Гутенберга дало толчок возникновению эпохи Ренессанса, эпохи Возрождения, так как именно с развитием книгопечатания увеличилась и грамотность людей, и интерес к светскому науке и к светскому искусству. Ну, вот чуть-чуть пришлось немножко мне перескочить в Средневековье. Хотелось бы еще добавить, что знаменитый антикитерский механизм, антикитерский механизм, первое аналоговое устройство, напоминающий современный прообраз современного компьютера, был создан в эпоху античности. Это приблизительно вторая половина II века до нашей эры. Этот механизм был таким инженерно-конструкторским организмом, искусственно созданным, в котором за счет пружинного механизма двигались многочисленные колесики, зубчатые, и происходило исчисление, такое, знаете, происходило, как своеобразный календарь каких-то космических событий, движений планет. Это предположение. Найден был этот механизм, он представляет собой своеобразный календарь, отражает астрономические, астрологические, картографические какие-то сведения. И таким образом, вот этот самый древний, известный в современном мире механизм, устройство, является прототипом вот этих вот машин вычислительных, которые с огромной скоростью и с огромной точностью работают сегодня. Ну, так как мы сказали, что изобретение Иоганна Гутенберга подтолкнуло во многом вот этот вот рост, вот этот вот всплеск развития наук и искусства в эпоху Возрождения, то, конечно же, нужно напомнить, я считаю, что одним из символов этой эпохи является знаменитый купол собора Санта-Мария-дель-Фиоре во Флоренции. Это 1420-1436 год. И хотел бы остановиться на человеке, который является автором машин, прежде всего машин, которые позволили построить этот купол. И, конечно же, человеком, который стоит у истоков создания вот этой системы линейной перспективы, господи. Это, конечно, Филипп и Бурные лески. Ювелир, конструктор, механик, изобретатель, которого за вклад в архитектуру называют архитектором, образования у него архитектурного он не имел, который предложил отцам города, а там было очень много желающих построить, но отцам города очень понравилось, что он предложил конструкцию, которая была очень рентабельной. Вот смотрите, это опять элемент дизайна, рентабельность. Потому что он отказался от лесов, которые опирались бы на землю, он отказался от вертикальной доминантной центрирующей опоры, которая использовалась бы традиционно, а создал консольные опоры на стенах, на верхних частях стен храма, на которые на эти консоли опирались площадки для рабочих. И, конечно же, он предложил интересный способ возведения этого купола. Это был кирпич, кирпичный купол, который возводился таким способом, такой кладкой елочкой или рыбьих хребет. Эти сегменты, которые соединились в верхней части фонарем, оказались не только прочными, не только рентабельными в своем возведении, они оказались символом всей эпохи Возрождения. То есть наряду с достижениями Леонардо да Винчи, Микеланджело, Донателло, Тициана и всех-всех-великих, вот этот купол остался символом постройки, которая транслировала единство художественного начала, красоты, эстетики, и одновременно инженерно-конструкторского начала. Если бы вот эти машины, которые приводили в действие подъем, приводились в действие валами и совершали подъем инструментов, строительного материала, наверх подкупнули на это пространство, на вот эти площадки, на рабочие площадки, стоящие консольно, упирающиеся в стены, если бы механизмы работали не на силе валов, а были бы, например, двигались бы с помощью пара, двигались бы с помощью электричества, бензина, керосина. Это было бы, мы бы назвали бы это дизайном. То есть здесь соединился, конечно же, и гений конструктора, гений инженера, гений механика, и слились воедино и дали вот этот вот прекрасный результат. Филиппо Бурнеллески возвел купол шедевр инженерного искусства, символ средневековой Флоренции и всей эпохи Возрождения. Восьмигранный купол диаметром 42,2 метра является самым большим после купола древневримского пантеона. То есть это был своеобразный символ, который показал, что кроме античности с его древнеримской, древнегреческой культурой, есть еще один новый центр, есть еще один временной центр и символический центр. Это средневековая эпоха Возрождения, когда люди, творцы, смогли сравниться с гениями античности. Спустя десятилетия, изучая работы Бурнеллески, уже Леонардо создает рисунки, где изучает и пытается усовершенствовать механизмы, станки, созданные Филиппой Бурнеллески для строительства этого купола. То есть подъемные устройства, которые создал Филипп Бурнеллески, подтолкнули к такой конструкторской деятельности и Леонардо да Винчи, который считается пионером проектной культуры. То есть мы все время говорим о том, что все-таки символом дизайна и вообще расшифровкой этого термина является проект. Проект, рисунок, чертеж, эскиз. И вот как раз таким символом проектной культуры, таким, скажем так, пионером, глобальной такой фигурой, маяком в русле развития проектной культуры является Леонардо да Винчи. Но самое интересное для меня было читать еще подросткам, как он говорил, Катерина умерла. Катерине я передал 20 монет. Катерина, ты мама. Он называет маму Катериной. Вы знаете, для меня Леонардо да Винчи это такой холодный разум, это такой мыслитель, такой, знаете, современный доктор Фауст, который держит руку умирающего человека и изучает то, как он умирает. Или разрезает на дольки, на части человеческий глаз, чтобы сварить, варит человеческий глаз, разрезает на дольки, изучает его строение. Или, например, антомирует беременную женщину, чтобы понять, как расположен в чреве плод. То есть это настолько холодный, оточенный разум, что когда я рисунок видел его, большой рисунок в картине, там изображено было святое семейство, я видел этот рисунок в Англии, в Лондоне, меня поразило, у меня было ощущение такое, что это не человек сделал, а какой-то настолько совершенный механизм, настолько совершенный какой-то разум, логика. Превалирование логики, точности, четкости над какими-то трепетными духовными переживаниями. Но это мое мнение, я его высказал, и не считаю, что оно является правильным. Это мое субъективное мнение. Но интересно еще что. Когда он, Леонардо да Винчи, поступал на службу, он попытался попасть на службу к Лудовико Сфорца. А Лудовико Сфорца нужны были инженеры, конструкторы военных машин. И Леонардо да Винчи, возможно, и поэтому немножко принижает свое творчество живописное. Но он называет там в большинстве пунктов инженерно-конструкторские какие-то свои предложения и достижения. И только в десятом пункте он упоминает кратко о своих артитурных талантах, а в одиннадцатом пункте упоминает о том, что он может изготовить скульптуры из мрамора, бронзы, глины и выполнить несравнимое створение любого другого мастера, кто бы он ни был живопись. А в двенадцати пунктах речь идет о постройках конных, бронзовой статуи. Таким образом Леонардо позиционирует себя, мое мнение, в первую очередь конструктором военной техники, оружием, архитектором, скульптором. И только в последнюю очередь, это парадоксально, для меня это парадоксально, живописцем. Потому что, в принципе, я его всегда с детства воспринимал, обучаясь в художественной школе, обучаясь в художественном училище. Я всегда воспринимал его художником, живописцем. Высокоочетимое... Вот это письмо. Выскоочетим, сеньор, вдоволь насмотревшись на творение рук тех несносных выскочек, я взял бы на себя смелость без малейшего ущерба для третьих лиц предложить вашему высочеству свои услуги с тем, чтобы ознакомить вас с моими секретами. Вдобавок я умею мастерить повозки, крытые железом, безопасные, надежные, неприступные, оснащенные пушками. То есть он позиционирует себя, вот в большей степени, как инженер-конструктор военных машин, каких-то оборонительных сооружений и так далее. Там, где невозможно использовать артиллерию, я могу снабдить войска баллистами, катапультами. Такие вот оборонительные сооружения и машины, как на экране, вот сейчас видите, предлагал в своих проектах, прото-дизайнер, великий прото-дизайнер Леонарда Винча. Человек, который очень увлекался пропорциональной гармонией. Вот у меня есть пособие, называется оно «Золотое сечение». Я там пишу о том, что Леонарда Винча, вот этого знаменитого витрувянского человека, это по сути макрокосм и микрокосм. И вот этого соотношения он пытался найти, как определенную структуру и такую математическую, даже математическую, геометрическую. В этом своем пособии я предлагаю схематический анализ и разбираю его картину знаменитую «Мадонна в скалах». На примере конструкторского творчества Леонарда Винча можно исследовать, я считаю, природу научного и художественного познания мира. То есть, и художественное, и научное познание слилось в творческих продуктах, слилось в жизни творческой деятельности Леонарда Винча. И нельзя сказать, какая часть из них была важнее, потому что вот мое личное мнение, мое субъективное мнение, что научная страна, научный способ познания мира превалировали. И только когда ему становилась интересна какая-то тема, он создавал как в русле проектной культуры, вот удивительно, например, рисунок какого-нибудь растения, как падает вода, удаляется в поверхность воды и образуются какие-то там расходятся круги. очень интересная ваше внимание предлагаю иллюстрация интересная. Марио Таде предлагает, предполагает, что это реконструкция созданного Леонарда Винча, робота-андроида по его чертежам. Найдены были эти документы в 50-е годы, 20-е века, я немножко отношусь с долей скепсиса, но есть такое, что я даже не верю, что Леонарда Винча мог пройти мимо такого интересного для него проекта. То есть этот проект создания робота, андроида, несомненно, заинтересовал Леонарда Винча. Я сомневаюсь, что это было именно так, как подается автором, но то, что Леонарда Винча работал над этой темой, это даже не вызывает никаких сомнений. На примере конструкторского творчества Леонарда Винча можно исследовать природу научного художественного познания мира, потому что выдающийся талант художника Леонарда Винча гармонично существовал с талантом непрезойденного ученого-инженера. Потому что любую область, возьмите, контраст световой, светотональный контраст, я до сих пор помню, как в детстве я читал его рассказывать о том, что, например, самый теплый цвет бывает там, где он несколько раз отражается. То есть цвет, отраженный от этой поверхности несколько раз, он самый теплый. Он говорит, впервые говорит о световом контрасте, как о мощнейшем свойстве живописи и живописной композиции. Ну и, конечно же, нужно отметить, что знаменитые автоматоны, каллиграф и другие, созданные конструктами, инженерами, часовых дел мастерами, например, первым Жаке Дро и другими, это шедевры конструкторского искусства, которые являются примером прото-дизайна, потому что они сделаны вручную, они очень дорогие. Эти продукты, которые созданы были этими мастерами, находятся на стыке декоративно-прикладного искусства, на стыке инженерного искусства, на стыке музыки, на стыке скульптуры. И вот в этом плане, в синтезирующем плане очень напоминает искусство дизайна, поэтому я называю это прото-дизайн. Вспоминая современные роботы, вспоминая современные машины, влияние их становится все больше и больше, я думаю, никто в этом не сомневается, можно только с удивлением, с восхищением смотреть на то, что было создано такими людьми, как Пьер Жаке Дро, который родился в Западной Швейцарии, и создавал музыкальные механизмы и движущиеся фигуры. Или, например, то же самое происходило в средневековой Японии, где создавали машины. Или, например, знаменитый аристократ Полькенфонг Кемпелен, который сконструировал говорящую машину, а Гёте, вот обратите внимание, как интересно и тонко Гёте, он не только говорит о цвете, он не только говорит о триаде цвета, Гёте великолепный ученый, великолепный литератор, поэт и одновременно ученый, который говорит, говорящая машина Кемпелена, по правде говоря, не очень разговорчива, но некоторые простые слова она произносит очень красиво. Вот смотрите, здесь немножко вот это вот ощущение, да, что он понимал некую, некую, вот эту вот имитацию человеческого или, например, природного какого-то организма и что эта имитация является ему чуть неприятна. Моё мнение субъективное. Автомат Каналуса представлял собой это механизм, устройство, установленное на деревянную основу высотой около двух метров и в центре этого устройства располагалась металлическая сфера диаметром около 80 сантиметров. На чугунном шаре сетка меридианов выседает женская фигура, сжимающая в руке перо. И это рукопишет. Фридрих фон Кнаус создал также автомат-механизм. Это устройство, конечно же, такие устройства были очень дорогие. Они создавались в штучном единственном экземпляре. Были устройства, которые изготавливались очень долгое и длительное время и участвовали в нем много мастеров. Это синтез стопроцентно можно сказать, что это символ мелкой пластики, синтез скульптуры, декоративно-прикладного искусства, ювелирного искусства, механики. Это действительно шедевры, которые выводили фразу, как, например, вот этот автомат и говорили «Защитит Господь сей дом от гибели и краха». Конструктор Фридерн фон Кнаус, вот его портрет, родился конструктор в 1724 году. Конечно же, это эпоха математики, это эпоха классицизма зарождающегося, это эпоха науки, рациональности, мышления, это эпоха, когда создавались предпосылки для возникновения этого искусства дизайна, современного искусства дизайна. И вот, например, очень знаменитая такая есть заставочка, вспоминаем, заставка канала «Культура», где прекрасный механизм уникальной по сложности, художественной красоте, автомат «Часы павлин», 18 век, работа мастера 1772 год. Вот этот продукт, этот продукт, если бы он был тиражирован, если бы он структурирован, немножко упрощен для серийного производства, если бы он был доступен по цене, это был бы стопроцентный дизайн, но пока все-таки это ДПИ. Шедевр протодизайна, дошедший до нашего времени, хранится в Эрмитаже. И это пророй образ современной робототехники. Таким образом, все-таки можно сказать, вот резюме такой сделать, подвести немалую черту, данные автоматоны создавались как очень дорогой эксклюзивный продукт. Это все создано на стыке искусств, и эти творческие продукты еще относим к протодизайну. И вместе с автоматами античности, механизмами средневековья, автоматоны эпохи просвещения это прообразы современных пишущих, печатающих мультимедийных устройств, одно из которых сейчас снимает меня для вас и транслировать будет на ютубе. Хотелось бы прерваться вот на этом месте и сказать вам до свидания, друзья, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok